Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 октября. В притии преподобного Отца нашего Сергия Нуромского, чудотворства Вологодского и Абнорского. Преподобный Сергий положил начало своей иноческой жизни на Святой горе Афонской. Это узкий горестый полуостров на юге Европы, вдающийся в архипелаг Игейского моря. Оттуда пришел он в московскую державу Великого Российского государства и поселился в пределах Радонежской области. И пришел он в обитель Великого Российского светила Сергия Радонежского чудотворца. Тогда еще был жив Святой Сергий и сиял, как солнце во всей вселенной, просвещая мир благими делами и управляя о Боге своей братью. И пробыл преподобный Сергий Нуромский у Великого Российского светила Сергия под паство и долгое время, внимая ему и последуя святому житию его. Здесь он упражнялся во многих подвигах и совершил много добрых дел. Так что сам преподобный Радонежский чудотворец удивлялся ему, видя такое его рдение к Богу, и любил беседовать с ним о духовных исправлениях. Преподобный же Сергий Нуромский, видя труды и подвиги этого Великого светила, также старался подражать им и не уступал ему в добродетели. Все это преподобный Сергий Нуромский принимал в сердце свое, как плодоносная земля принимает семена и впитывает дождевые воды и принесет Богу плод старицею. И ради сего был он любим и уважаем всеми. Но не любил он мирской славы, видя в ней вред для души, и стал помышлять, как бы удалиться от людей, вспоминая слова пророка Давида, «Все удалились, все бегая, и водворились в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури». Так, постоянно размышляя, пришел он к наставнику своему Сергию, поклонился ему до земли, и, обливая слезами ланиты свои, исповедовал ему свои помыслы и просил у него благословения удалиться в пустыню. Преподобный Сергий Радонежский прозрел разумными очами, что он есть сосуд, исполненный Святого Духа и будет наставником, иноком и добрым пастырем Христову стаду. Благословил его, преподал ему наставление, как пребывать в пустыне, и отпустил его с миром, сказав «Иди, чадо, Бог с тобою». Приняв от преподобного благословение, блаженный Сергий Нуромский возрадовался и тайно от всех пошел в пустыню. Полетел он духом, как птица, в гнездо свое, и искал он место, где Бог ему укажет, не имея с собой ничего, кроме души и тела. Устремившись к северным странам, пришел он в область, покрытую дебрями, лесами, мхами и болотами. Тут обрел он место в обнорской волости, на реке Нурме, где впоследствии построил монастырь. В той же местности пребывал и великий Павел, обнорский чудотворец, который тогда жил еще в уединении, во внутренней пустыне, на той же реке Нурме. Обители же и братства Христе у него еще не было. Придя на место, то и осмотрев его, преподобный Сергий весьма возлюбил его и воздал благодарение Богу за то, что он не презрел его моления, но привел его на это место. И сказал он словами пророка Давида, «Сей покой мой вовек века здесь селюсь яко изволих». И еще, коль возлюблено селение Твоя, Господи, сил, желает и сканчивается душа моя во дворы Господни, сердце моей, плоть моя, возрадовалось о Боге живом. Ибо и птица обретает себе храмину, и горлится гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтаря Твоего, Господи, сил, Царь мой и Боже мой, блажен и живуще в доме Твоем, во веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, которому Ты являешься заступником его. Восхождение в сердце своем положил, в юдоль плачевную, вместо которое положил, ибо благословение отдаст законополагающий. Господи, Божия сила, блажен человек, уповающий на Тебя. И стал преподобный молиться всемилостивому Богу. «Господи, вседержители, Божий Отец наших, спасший Израиля от рабства и трех отроков от пищи огненной, призри на место сие и благослови его. Сподоби меня служить Тебе на месте сие во все дни жизни моей, ибо я пришел сюда вечно служить Тебе, чтобы и через меня прославилось пресвятое имя Твое ныне и присно и во веки веков. Аминь». Помолившись, святой водрузил крест на месте том и поставил в часовню небольшую келейку. И, пробыв тут блаженный много лет, упражняясь во многих подвигах, угождая Богу, проводил он ангельскую жизнь, умертвив плоть своим бодрствованием и сеночным бдением и побеждая врага молитвами, постом и добродетелью. Так он трудился в великом терпении, перенося страдания, которые ему причиняли в пустыне бесы и непросвещенные люди. Когда святой жил в таких подвигах, служа Господу, искренне ненавидящий человеческий рот дьявол позавидовал его добродетели и воздвиг на него козни, возбудил против блаженного непросвещенных, безумных и злоотворящих людей, желая через них устрашить его и удалить от места сего. Но Бог, всегда готовый на помощь рабам своим, не оставил блаженного. Однажды на святого напали злые и неистовые разбойники. Схватив, они избили его без милосердия так, что он едва не спустил дух от многих ран. Оставив его еле живым, злые те разбойники ушли. Блаженный же, еле оправившись от ран, воздел руки к небу и сказал со слезами, Владыкой, приблаги царь, призрись небеси на раны, полученные мной за то, что я ради тебя удалился в сию пустыню. Благодарю тебя, что ты сподобил меня разделить страдания с избранными твоими и носить на теле своем язвы ради имени твоего святого. Сподоби меня участи святых своих, взгляни, как умножились враги мои и возненавидели меня неприязненно, неправедной ненавистью. Сохрани душу мою и избавь, да не постыжуся, ибо я уповал на тебя. По молитве Блаженный почувствовал облегчение от страданий и благодарил Господа за то, что сподоблен был за любовь ко Христу принять раны на теле своем. И сказал он себе, не оставлю места сего, если даже и тьмы козней воздвинет на меня враг. Я желаю умереть на месте всем, ибо взыскуя Христа, пришел я сюда. Так говорил святой, укрепляя себя словом Господнем, не бойтесь убивающих тела души же, не могущих убить. Более же бойтесь могущих и душу, и тело погубить в гиене. Ни две ли птицы продаются за осари, и ни одна из них не падает на землю без боли Отца Вашего Небесного. Вазы и власы на голове сочтены. Не бойтесь, вы дороже и лучше многих птиц, претерпевший же до конца спасется. Слагая все это в сердце, в своем Блаженный укрепился и вооружился, как добрый воин Христов, ополчившись духом своим против воинства духов невидимых. И стремился он к большим подвигам, и прилагал труд к трудам, пост к посту, молитву к молитве, надеясь на мздо воздаяние Небесного Царя. Но бес, начальник зла, снова, как лев, возревел на святого, и многими напастями терзал душу его. Но все эти напасти от лукавых бесов и неправедных людей святой терпел с радостью, будучи непоколебим душою, как крепкий адамант. Видя свое унижение, злоковарный бес снова возбудил против святого лукавых и злых разбойников, желая через них причинить святому мучительную смерть на месте всем. И вот однажды ночью снова напали на святого злые разбойники. В то время блаженный стоял в келье на молитве, восклилая Богу ночные свои моления. Злые же и свирепые разбойники, как дикие звери, устремились на него, желая извлечь его из кельи и, подобно волкам, растерзать его. Услышав приход их, святой возвел очи свои к Богу и молился со слезами. «Не оставь меня, Господи Божий, не отступи от меня, но услыши, помоги мне и спаси душу мою». Господь же всегда готов на помощь рабам своим, как сказал пророк. «Все очи Господни, набоящихся Его, уповающие на милость Его, избавят от смерти души их». Когда святой в молитве призвал Бога на помощь, то часы и разбойники были объяты страхом и поколебались привести в исполнение свой злой умысел. Как копьем прозил сердца их страх Божий и, убоявшись суда Божия, они бежали из того места, никогда туда не возвращались и не причиняли святому никакого вреда. Избылись на них слова пророка Давида. «Меч извлекоша грешницы, напрягли лук свой, чтобы не изложить убогого и нищего, закладь правого сердцем. Меч их, да войдет в сердце их, и лук их, да сокрушится. Стрелы младенец, выше язвы их». Все съесть отворила молитва святого. Ибо молитва святых привлекает на землю милость Бога. Помощь Его – огонь пылающий и страх. Ибо Господь страшит всех, противящихся Ему, и палит огнем невидимым. Следует нам делиться силе Божией и помощи, проявившейся на святом всем Отце. Ибо Господь спас раба Своего не оружием или воинством, но крепкую Своей десницею и мышцею. Оружием упования на молитву даровал Он свыше невидимую победу. Этим оружием вооружившись, все святые сподобились силы Божией. Побеждая царство, заграждали уста львам, угошали огонь. Избегали острия меча. Могли при немощи быть крепкими, обращались в пять полки вражие, о чем сказано апостолом. И ничего не имея, всех обогащали. С ними же следует делиться и этому святому, который ни оружием, ни силою, но упованием и молитвой мог победить всех восставших на Него. Ибо те свирепые разбойники, когда входили в жилище святого, имели в руках своих смертоносное оружие, желая им победить святого. Он же не имел ничего подобного, но лишь малое верви четко держал в руках. В сердце же своем и на устах имел слезные сокрушения и молитву. И тотчас он победил их и оружие их, и была молитва святого победою и одолением. Много же может молитва праведного, поспешистуемая. Праведный же души в руке Божией, и не прикоснется их мука. Преподобный Сергий, видя, что милость Божия пребывает на нем, еще с большим рвением предался посту и молитве, прилагая труд к труду, огонь к огню. Желание к желанию, ревность к ревности. Поминая в сердце своем будущее блаженство праведных, он подвязался непрестанно и умерщвлял плоть свою всеночным бдением и постом. Душу же имел всегда обращенную к горнему. Бог милосердный в своих щедротах, внял молитвенный на трудам и добродетелям блаженного. Не хотя, чтобы блаженный оставался долей в неизвестности и в неведении у людей, как бы сокрытый от очей их, но желая, чтобы он предстал, как град крепкий, стоящий на высоте, Господь явил блаженного всем и открыл его, как бы зажженный светильник, который доселе таился под спудом. И вот Господь делает святого известным всем, чтобы приходящие могли увидеть град и смотрящий свет. И пронеслась слава святому по всем областям русским. Многие стали приходить к нему за пользу для души своей. Некоторые же приносили ему и потребное для тела. Из многих обителей приходили к святому иноке и оставались жить с ним, поучаясь его подвигам. Преподобный же Сергий с радостью принимал всех, как бы от Бога посланных, и заботился о всех, как отец щадолюбивый, по слову апостола. Всем был для всех, чтобы приобрести для Спаса некоторых. Божьей помощью число братьев и святого возросло до сорока человек. В церкви же и кельи у них не было. Тогда святой начал строить храм и кельи. И воздвиг он церковь во имя всемилостивого Спаса на память происхождения чеснага его и животворящего креста. И поставил он и кельи, и устроил обитель. В то время на той же реке Нурме во внутренней пустыне проводил безмолвную и уединенную жизнь великий отец наш Павел. Он пришел сюда из той же славной лавры великого российского святила Сергия. Откуда пришел и преподобный Сергий Нуромский чудотворец. Еще находясь под паствою преподобного Сергия Радонежского. Святой Павел внимательно поучался жительству его обоги. По благословению же преподобного Сергия Радонежского, великий Павел удалился в эту пустыню, где впоследствии и основал обитель. Монастырь же блаженного Сергия Нуромского отстоял от жилища великого Павла на расстоянии около четырех верст. Часто преподобные Нуромские чудотворцы посещали друг друга и беседовали между собой о всех духовных исправлениях, утверждая друг друга в духовных подвигах. Кроме того, преподобный Павел принимал от святых рук блаженного Сергия пресещение святых животворящих тайн, тела и крови Христа, Бога нашего, исповедуя блаженному все свои помышления, и был преподобный Сергий великому Павлу духовным отцом. Поэтому, во всяком деле, они поведовали друг другу свои помышления, будучи рабами и последователями единого владыки, советуясь между собой о пустынном озлоблении и устрашении бесовском. Они делились своими скорбями и укреплялись духом и словом Божиим, утверждаясь надеждой будущих благ. Однажды преподобный Павел вышел из кельи своей, желая их походить по пустыне. Когда он возвратился назад, то увидел, что келья его разметана сверху до основания. Видя это, великий отец наш Павел как человек устрашился. Скорбный и испуганный пришел к преподобному Сергию и рассказал ему о случившемся. Преподобный же Сергий счел это за бесовское мечтание и сказал, «Иди, брат Павел, ты найдешь свою келью неразрушенную». И напомнил ему пророческое слово, «Бог нам прибежище и сила». Действительно, великий Павел, возвратившись к себе, нашел свою келью целую и невредимую, как сказал преподобный Сергий. Однажды пришел преподобный Сергий к святому Павлу ради духовной беседы, и нашел его стоящим возле кельи и кормящим птиц из рук своих. Множество птичек сидело на голове и плечах преподобного. Перед ним же стоял огромный зверь, медведь, лисица и заяц. Так даже бессловесные были привлекаемы любовью к пустынножителю. После многих трудов и подвигов преподобный Сергий достиг старости глубокой. От старости и трудов впал он в тяжкую болезнь и долго находился в полном изнеможении. Узнав о недуге преподобного Сергия, великий Павел пришел посетить его, думая, что близко его прихождение от земной жизни вечную. Лишаясь друга своего и собеседника, Павел, обливаясь слезами, и просил у него благословения и прощения. Слезы мешали им сначала говорить. Наконец, держа в рыдании, святой Павел рассказал преподобному Сергию, что в одном месте в своей пустыне, подгорою на реке Нурме, слышал он звон великий и видел свет неизреченный, сиявший сильнее солнечных лучей. Услыхав это, преподобный Сергий счел это непростой вещью, но проразумев дело Божие. На том месте, сказал преподобный, созижится обитель во славу Пресвятой Троицы, и многие спасутся на месте всем. Так пророчествовал Блаженный. После этого нурмские чудотворцы облобызали друг друга со слезами, и великий Павел удалился в свою внутреннюю пустыню. С тех пор начал он принимать братья и строить монастырь. На том же месте, где слышал звон и свет, видел. Святой Павел возник церковь своими Пресвятой Живоначальной Троицы по пророчеству Сергия Нурмского Чудотворца. Наконец, от великой болезни и старости блаженный Сергий совершенно изнемог. Видя себя приближающимся к кончине и проразумев отшествие свое к Богу, он призвал к себе всего Христе братьев. Когда они пришли и увидели Отца своего приближающимся к концу, то залились слезами и, преподая к нему, говорили, «Не оставляй нас, благие очи, но еще побудь с нами». Преподобный же, возведя очи к небу, сказал им, «Приблизился, братья, конец земной жизни моей, и я должен нести общий телесный долг. Таково изволение Господа. Предаю вас, чада, Богу и Пресвятой Богоматери. Бог мира и Пречистый Его Матерь довудут с вами до скончания века и дохранят вас и утвердят в любви своей. Вы же, чада, не скорбите в моем отшествии, но пребывайте в любви Божией и заповеди Его сохраняйте, поминая со страхом и трепетом Слово Владыки Христа, имеющий заповеди мои соблюдающие их, Тот есть любящий меня. Страхом Божьим ограждайте сердца ваши, чтобы он наставил вас всякому благому делу, ибо начало премудрости страх Господень. Украшайте друг друга смирением, отвращайтесь от лживых речей, говорите каждый брату своему истину, ненавидьте клевету, избегайте вражды. Но если кто из вас попустит гнев сердца свое, вы с любовью уговорите его, ибо сказано, солнце да не зайдет во гневе вашем. Покоряйтесь наставникам, ибо они бдят о душах ваших, так как должны дать ответ за вас Богу. Без лености совершайте церковную службу. Если будете жить так, то будете блаженны. Слушая все последнее поучение отца своего, реки слезы спускали из очей своих братья. Когда же преподобный совсем изнемог и был близок к последнему издыханию, он приобщился к святых тайн тела и крови Христа Бога нашего. По приобщению же святых тайн он возвел руки свои к небу и вознес тайную молитву. Помолившись, святой Сергий сложил на персях руки крестообразно и предал Господу дух свой. Так перешел святой в вечную жизнь. И было лицо его по представлению к Богу светло, так что можно было сказать, что не умер он, а покоится во сне, ибо непорочно было житие его. В виде отца своего преподобного Сергия приставившимся, ученики его заплакали и зарыдали, лишившись пастыря своего и учителя о Боге. Одни, преподая кадру его, с рыданием лобызали святое тело его и, как бы ни желали отторгнуться от тела святого, другие же, стоя вдали с умилением, глядели на тело преподобного, обливая слезами ланицы свои и рыдая. Взяв святые его мощи, плачущие братья понесли их на головах своих в церковь с надгробными песнопениями и вожением свеч, и схоронили они трудолюбное и святое тело своего пастыря, близ созданного самим преподобным храма происхождения честного, уже утворящего креста Господня. Представился же преподобный Сергий в 1421 году 7 октября, в день памяти честных мучеников Сергия Ивакха. Таковы были труды и терпения преподобного отца нашего Сергия на месте всем. Таковы страдания и исправления. Почитая житие святого, возревнуем добродетели его и начертаем в сердце своем труды его и святое о Боге жительство. Если мы будем поступать так, то будем иметь в нем немолчного ходатая к Богу. Невозможно граду стоящему наверху горы утаиться и горящему светильнику быть сокрытым от всех. Невозможно и добродетелям святых долгое время быть утаенными под землею, как под спудом, и кануть в глубину забвения в течение многих лет, ибо Господь желает явно показать их всем. Этого дара божественного сподобился по смерти своей святой отец наш Сергий. Спустя много лет по представлению святого случилось по устроению Божьей следующее. В монастыре Нуромском пребывал некий святой муж именем Никифор. В одну ночь после молитвенного бдения впал он в легкий сон и увидел святого Сергия, который пришел к нему и сказал, «Скажи игумену и братья, чтобы очистили моего места погребения, ибо Господь не желает, чтобы оно было неведомо и небрегомо». Брат же Никифор спросил, «Кто ты, господин мой?» Святой ответил, «Я грешный Сергий, который был начальником сему святому месту». Показал святой и место своего погребения. Никифор же счел это видение мечтанием и ничего не сказал игумену. Тогда святой во второй раз явился ему. Никифор и второй раз пренебрег видением. Святой явился ему в третий раз и сказал с упреком, «Если ты не исполнишь сказанного мною, то будешь предан в наказание сатане». Старес из него не послушал, опять сочтя видение за мечту. Тогда он внезапно сделался расслабленным и игумен и братья совершили молекции об исцелении его. Немного оправившись от недуга, Никифор рассказал все случившееся с ним игумену и братье и каялся со слезами. Он поверил, как явился ему святой и велел сказать игумену и братья о месте своего погребения, как он ослушался, сочтя видение за мечту, как второй и третий раз явился ему святой, приказывая ему о том же и как он за прислушание был наказан. И сказал им Никифор, показал место, где лежит по указанию святого честное тело его. Игумен же и братья отвели Никифора к месту погребения святого. И тут он внезапно исцелился от болезни своей молитвами святого и окончил жизнь в своем монастыре преподобного Сергия, плача у гроба его. Игумен и братья вскоре очистили место, где по указанию Никифора находился гроб святого. Был же сей гроб под папертью к церкви. И поставили они над гробом преподобного Раку, устроили гробницу и украсили ее святыми иконами и свечами. И с тех пор много было чудес исцелений от гроба святого. Женщина именем Анастасии из деревни Алексина об Норской области не владела рукой своей, и была рука у нее как бы чужая. Не могла она ни двинуть ею, ни повернуть ее. Близкие приводили Анастасию в монастырь всемилостивого спаса и преподобного Сергия. Тут оздравие ее совершили по обычаю молебен. Помолившись, отвели ее к колодцу, который был собственноручно вырыт преподобным, и умыли ее водой из того святого колодца. Тотчас исцелела рука у женщины и стала такой же крепкой, как другая. Благодаря Богу и славе преподобного Сергия Анастасия возвратилась в дом свой. До 1584 года записано было до 80 чудес преподобного. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь. 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 Аминь.